здравствуйте уважаемые зрители дамы и господа да благоволит к нам господь с вами джон крюкер сегодняшний влог я посвящу ну как бы объяснению разъяснению насчет кухни мы на стримах собирали донат на кухню мы собрали донат я поискал фирму нашел фирму верон называется и сделал предоплату предоплату 32 тысячи рублей вот этот контакт раньше у него кстати фотки не было вот так он выглядит его этот контакт обозначил веру я сначала общался с другим менеджером но потом когда я с ним общался и потом сказали что он уволился и вот теперь вот я ну потом вот стал с этим человеком общаться и вот-вот начало общения 25 января 21 год здравствуйте какой у вас вопрос по заказу кухни я ему пишу по договору 145-01 кп наш менеджер терехов александр не выходит на связь кухни обещали сделать до нового года сообщите сделали ли наш заказ 26 января здравствуйте ваш заказ будет феврале дальше у нас сейчас задержки а можно уточнить приблизительные даты февраль через пять дней было бы неплохо как вышла обещание до нового года то есть они обещали привести кухню до нового года успеть пишет пока не могу уточнить 15 февраля 21 год эдуард здравствуйте не не сможем выполнить ваш заказ у нашей компании появились трудности в связи с которыми мы доделываем последние заказы и закрываемся то есть мой заказ получается как бы не последний мой заказ и не решили кинуть да хотя вот пишет да напишите пожалуйста ваши реквизиты на которую мы вернем вам деньги точную дату возврата пока сказать не могу то есть дата он точно не может сказать то есть это по ним не понятно когда вообще ожидать возврат денег это я им пишу здравствуйте опять приобретите предварительную оплату я перевел 25 ноября двадцатого года 2020 вы сообщили что феврале мебель будет готова переведите мне деньги до конца февраля вот номер карты номер карты не написал и видимо снимок экрана то что деньги переслал чек там это все карта вам принадлежит я пишу да здравствуйте опять повторяю вот этот вот сообщение что этот переведите деньги он пишет здравствуйте сейчас я не могу перевести вам деньги здравствуйте сообщите когда переведете деньги дальше здравствуйте сообщите когда переведете деньги 5 марта я пишу здравствуйте я не могу вам дать четкие сроки в данном случае вопрос решать либо через суд либо жаль либо ждать но он жать тут написал ждать то есть все вот все суд он направил через суд и подавай здравствуйте верните мои деньги что у вас фирмы пишет не ведется деятельность а деньги выплачиваете заказчикам которые не выполнили заказы июнь 21 года 8 18 июня возродить и возродить и возвратите деньги частями или предложите товар так у меня пока что денег нет денег как они появятся я вам верну так добрый день переведите мне долг это у нас 29 декабря 21 год дальше пишу здравствуйте верните пока 10 тысяч рублей не надо дрова покупать имейте совесть возвращайте частями по вашей милости мы остались без кухни я сам пенсионер так дальше здравствуйте доношу до вашего сведения что вы под подставили меня конкретно из-за вас люди стали плохо стали ко мне относиться я сам блогер и на кухню собирала собирал данные дары милость помощь вы так деньги не вернули так вы и меня обокрали доверие ко мне украли моих донатеров обокрали надеюсь на вашу порядочность и жду возврата денег так наша семья кухню не купила но это видос видимо не знаю не он отсутствует это я снимал видео показывал как у нас сейчас кухня выглядит дальше здравствуйте обязательно верну ваши деньги а также тех кто еще пострадал вот на этом пока закончена сейчас позвоню ему что сейчас он скажет набрал его номер который в отцапе у него отмечен сейчас буду звонить не поднял трубку но еще раз сейчас позвоню и и не не берет трубку сейчас позвоню человеку который в контакте но он тоже я уже всего сегодня ему звонил он не поднимал трубку который с ним уже лично виделся разбирался то есть разговаривал с ним там он не объяснял что у него ничего нету нечему он такой знаете как 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 будто его защищает сам пострадал вроде как я помню сумма была 110 тысяч он пострадал заказывал у них тоже мебель нет трубку не взял в общем это вызов идет к нему но трубку он не берет вот сегодня я получается 15 июня 20 2023 года ему написал такое сообщение его сообщение было вот крайнее такое здравствуйте обязательно верну ваши деньги а также тех кто еще пострадал ему пишу сегодня здравствуйте вы писали что обязательно вернете деньги напишите когда и мне нужно встретиться с вами напишите где это можно будет осуществить а он кстати прочитал вот видите две галочки он только что это прочитал только что мне ответил я не знаю когда это сделаю ну вот все блин я ему написал тогда давайте встретимся пока не прочитал алло здравствуйте это эдуард звонит я помню это вконтакте вам писал это насчет мебели хотел бы узнать вы как что-то смогли себе вернуть все понял ну я ему только что сейчас написал ватсапе он говорит я не знаю когда я смогу ведь деньги вернуть я хотел бы с ним увидеться вы вообще же видели с ним да а как его с ним увидаться а он сколько вам должен денег ну 200 тысяч да ну вообще ничего не вернул вообще вообще ничего так как где он живет чтобы узнать куда ехать я сам-то воскресенский живу кимра у меня там крестник живет кстати а был он же был вроде этот вот где вот сама верон там жил вроде нет как понятие завязано как понятие завязан то есть как бы вот через ватсап если он сам захочет только и тогда я с ним смогу встретиться да 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 понятно 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 но не как вам 200 тысяч он не 32 просто дело в том что я ладно бы это были мои именно личные деньги а я сам блогер я эти деньги собирал донат и донаты это мне зрители донаты кидали на эту кухню и я получается ну как бы обману донатера считают я обманул подписчиков ну зрители своих что типа я куда-то эти деньги задевал типа как бы себе там присвоил я им объясняю что вот предоплату сделал ну хотят они чтоб я дальше узнавал что как блин я понял ну вот информация вообще такая вот я с ним буквально три недели назад общался он предложил мне там какие поездили сделать так а вы вы общались как по телефону или что по ватсапу по ватсапу видеосвязь или телефон ватсап не просто переписывали а переписывались ну попробую так пусть хотя бы чуть мне хотя бы что пусть делает даже пусть да пусть вот мы мы уже женой думаем это нам по и пойдет эти как их знаете вот к шкафчики блин пусть делает по шкафчику как ну за какое-то время делает мы как раз вот думаем шкафчики пусть делает все определит цену за шкафчик и так потихоньку отдаст я ему напишу ладно все понял вас спасибо а вас это тарас да точно зовут я ему сказал ну я ему просто напишу что вот тарас сказал что вы предлагали ему сделать я согласен типа на это без проблем всего всего доброго до свидания вот такие дела